приветствую вас мои дорогие коллеги друзья сегодня у нас будут пряники сердечки с использованием декора из гибкого айсинга как разводить гибкий айсинг уже есть видео я вам показывала сделаю ссылку в описании к этому видео у меня есть коврик с вот такой вот текстурой красивые маленькие такие ажурные элементы я в прошлом видео показывала как делать сетку здесь аналогичный способ просто рисунок внутри коврика другой он вот такой вот небольшой резиновый я думаю что если вы тортодел вы наверное сталкивались с похожими ковриками но в любом случае такой коврик можно купить в кондитерских магазинах и это не редкость по сердечко как обычно обвожу сердечко с обратной стороны отступив от края пряника небольшое расстояние обвожу контурным айсингом для заливки использую жидкий айсинг перекладываю такой айсинг в мешки мягкие у меня в составе здесь белковый айсинг натива кондитер и жидкая глюкоза все это взбивается доводится до консистенции такой жидкой сметаны можно увидеть я заливаю сразу около края после просушки айсинг с таким составом будет очень красиво блестеть хорошо растрясываем что пасень прижал гладко залили и отправляем пряники сушиться пряники подсохли у нас есть заготовка из гибкого айсинга сейчас ее откроем обязательно держите заготовки вместе где не проникает воздух вот как в моем случае потому что при попадании воздуха у вас гибкий айсинг вот эти вот элементы они засохнут и будут крошиться то есть мы заворачиваем все эти элементы в пленку можно положить файл и чтобы они у вас лежали дожидались момента использования в файле здесь я решила сделать тоже не сложный декор совсем не сложно у заготовок есть лицевая и оборотная сторона вот лицевая такая вот глянцевая оборотная шершавая мне честно говоря нравится больше шершавая потому что она напоминает ну как будто настоящая глянцевая все-таки слишком блестящая и как-то она сомнительно выглядит и ставлю приклеиваю салфеточку вот это вот к пряничку то же самое делаю с другим можно не приклеивать по краям на во первых здесь есть дырочки если туда попадет асинг это будет не симпатично выглядеть соответственно ну то есть промазывать эту салфеточку из айсинга с другой стороны айсинга мне нужно и даже на сироп или намазывать не нужно потому что она уже автоматически приклеится вот к тому свежему айсингу которым они нанесли я беру зеленый цвет у меня это базовая глазурь базовая консистенция и я рисую стебли можно не очень густо делать в любом случае конечно это все по вашему желанию хотите густо делайте густо не хотите густо не делаете густо я вот делаю с другой из одной и другой стороны по 5 штучек ставлю такие шарики зеленые они нам помогут потом собрать лаванду нашу ставлю точечки шарики друг на друга накладываю их потом можно пройтись еще раз чтобы создать больше объем можно комбинировать цвета допустим брать не только один цвет фиолетовый лавандовый а брать допустим с переходом от синего темно-фиолетового и так далее но чтобы смотрелось интересно потому что в любом случае цветок не может быть одного цвета во всех местах то же самое делаем со вторым смотрите как легко и просто сделаны наши сердца контур дело здесь не нужно потому что и так у нас пряник очень интересный а дальше вы можете уже обыграть эту историю и сделать другую форму и другие цветы и совсем по-другому использовать гибкий айсинг